Задача номер 15. В соревнованиях по плаванию участвуют 4 спортсмена из Германии, 6 спортсменов из Италии, 7 спортсменов из России и 5 из Китая. Порядок выступления определяется жеребьевкой. Найдите вероятность того, что спортсмен из Италии Джованни Лучо будет выступать первым, вторым или третьим. Значит, задача встречается в разных вариантах. Это вот такой один вариант, когда Джованни Лучо, то есть эта задача похожа на выбор группы с двумя братьями или с двумя друзьями, фиксированный человек у нас получается, один фиксированный человек. Итак, краткая запись у нас по-прежнему обязательно. Итак, задача номер 15. И я пишу. Германия 4 человека, Италия 6 человек, Россия у нас 7 человек, Китай у нас 5 человек и всего 22 человека. Прежде чем решить эту задачу дальше, мы разберемся, что же такое событие и событие ему противоположное. Значит, если мы говорим, что завтра наступит утро, то вероятность наступления этого события будет единица, потому что утро обязательно наступит. Но утро может быть ясное, а может быть дождливое. Если, например, оно ясное, то вероятность наступления этого события будет П. И если утро дождливое, то вероятность этого события будет П с черточкой. Утро может быть либо ясное, либо дождливое. То есть, П прибавить П с черточкой будет равно единице. Так вот, это П с черточкой мы будем называть противоположным событием. Значит, вот эта задача про спортсмена Джованни Луччи решается, как нахождение события через ему противоположное. Из этой формулы мы выводим, что П равняется единице минус П с черточкой. Давайте рассуждать. Итак, мы с вами сказали, что всего спортсменов 22. Пойдем в противоположную сторону и выясним. Может быть, Джованни Луччи не будет первым. В этом случае у нас остается, что кроме Джованни Луччи имеется 21 человек. 21 из 22. Теперь подумаем, может быть, он не будет вторым. Ну, одного человека мы уже отправили на первое место, поэтому у нас остается 20. И, соответственно, нижнее количество тоже уменьшается на 1. 21. Не будет третьим. Итак, количество опять уменьшается. И остается у нас 19,20. Теперь мы все эти вероятности будем перемножать. Почему мы их будем перемножать? Потому что каждый выбор первого, второго и третьего места, конкретного человека на эти места, это события, независимые друг от друга. Раз они независимы, то мы их перемножаем. 21,22 умножаем на 20,21 умножаем на 19,20. Далее все хорошо сокращается, и мы получаем 19,22. Это какое событие? Это вероятность наступления противоположного события. А теперь от единицы мы отнимаем 19,22 и получаем 3,22. Вот это и есть та вероятность, что Джованни лучше будет либо первым, либо вторым, либо третьим. Продолжение следует...